Очень важно, говоря о международном опыте, учитывать успешный опыт наших коллег, наших соседей. В ряду мне известного опыта, конечно же, постовоенная Германия, времен Людвига Эрхарта, это Дэн Сиупин и Китайская Народная Республика, 40 лет успешных реформ, это, конечно же, Ли Куан Ю в Сингапуре и Пак Чун Хи в Южной Корее. Не означает, что необходимо полностью дублировать этот опыт, но все положительное, все приемлемое, необходимо не только применять, но и реализовать. Кстати, когда приходится ставить задачи перед коллегами, я часто использовал очень простую формулу. Видеть цель, формулировать задачу и предлагать варианты решения этой задачи. В этом и заключается искусство управленчества труда. Ну и последнее, о чем хотел бы сказать. Главный наш вызов – это удержание большой территории малым населением. Говоря о масштабах государства российского. За Уралом плотность населения не превышает одного человека на квадратный километр. Всего там проживает 25 миллионов человек. Это на фоне того, что у нас беспокойные соседи в Азиатско-Кихианском регионе, Китайская Народная Республика, Индия, Пакистан и так далее. Мы не первые, кто сталкивается с решением этой задачи. Есть пример Австралии, есть пример Канады.